ребята всем привет собрала помидоры вот такие вот сейчас буду их вялить покажу вам как я это делаю получается очень вкусные вяленые помидоры те кто пробовали мои помидорки по сравнению с итальянскими говорят вкуснее смотрите сначала я их помою и разрежу у меня вот такая сушилка в ней я и буду сушить эти помидорки так разрезаем вот такие помидорки у меня я их разрезаю на четыре части вот так вот раз жопки вырезаю раньше я семечки убирала в этом году не хочу убирать буду вялить так но они как-то пожирнее получаются по вкуснее потому что когда одни шкурки оставляешь они вкусные офигенные но они как-то суховатые немножечко как бы хотя и в масле распределяем на решеточку вот так вот у нас получились помидорки мы их нарезали распределили по решеточкам теперь нужно их посолить каждую примерно кто как хочет на глаз посыпать сахаром тоже на глаз кто как хочет послаще не послаще все и теперь ставим теперь ставим сушилку все это вот так вот закрываем крышечкой так у меня уже выставлена температура так 60 градусов ну и будем сушить но больше суток у меня про просушились помидоры вот столько их осталось покажать вот такие реальные будут а я подготовила баночки взяла 250 грамм простерилизовала их сушила приготовила чеснок и итальянские травы ну все поступаем собирать на дно баночки покрошим чесночок положим травы и будем укладывать помидорки и опять посыпем травы порежем чесночок следующий опять слой помидор дорогое это удовольствие но вкусное да слава а какая закуска ложишь на хлебушек считай ведро помидор наверно на три баночки ну да да это конечно это нужно помидор и растить так чтобы не капли и улась да что ж такое очень плотно на меня не надо чтобы осталось масло так следующая баночка опять траха чесночок и помидорки потом они настояться масло я делаю растительное наполовину 50 на 50 оливковое с растительным потом это все масло настоится очень вкусное ароматное можно использовать в салаты можно жарить на нем теперь вот я налила масло растительное вместе с оливковым можно на одном оливковым вот теперь нужно это масло нагреть но не кипятить то есть как бы довести до кипения чтобы оно было горячим и этим горячим маслом нужно будет залить помидоры вот такие три баночки получились пожалуйста ведро помидор крышечки тоже нужно прокипятить простерилизовать так ждем так масло нагрели и потихонечку заливаем помидоры вот видите слышно 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 о шипит о шипит так не хватило сейчас еще вот до полной баночки все и закрываем крышечками вот такие три баночки получились закуска из вяленых помидор готова смотрите красивые и вкусные все сейчас они остынут и убираем их в холодильник храниться должны в холодильнике вот такие вкусные вяленые помидорки у нас получились очень вкусные очень вкусные можете приготовить всем приятного аппетита сейчас я вам покажу прошлогодняя баночка вот у нас маленько осталось вот так вот раз на хлебушек вот вот такие помидорки вот они вяленые вкусные на хлебушек и в ротик и в ротик и в рот